Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Лепка в интерьере». И сегодня я поговорю, хочу вам сказать, об очень важной теме. Это тема освещения в лепке. Именно об этом вопросе нужно обязательно подумать, еще в начале, на стадии подготовки поверхности под лепку. И в любом случае, начиная делать изображение, вопрос с источниками света у вас уже должен быть решен. Свет очень важен для того, чтобы изображение на стене читалось хорошо и отчетливо. Особенно это важно, если вы для своего интерьера выбираете изображение, лепку, абсолютно чистую, белую, тем более, если она расположена на абсолютно белой стене. То есть классический такой красивый вариант – белая лепка на белой стене. Именно для такого изображения особенно важен свет. Чем ближе к изображению находится источник света, тем более читаемое будет ваше изображение. Лепка читается за счет собственных и падающих теней. Чем ближе у нас свет, тем более контрастными получаются падающие собственные тени. Чем дальше у нас источник света, тем более мягкими становятся тени, и тем менее читаемым становится изображение. Поэтому, выбирая для своего интерьера именно белоснежную классическую лепку, важно учитывать то, где будет располагаться свет, каким он будет. Либо это будет длинная лампа, либо это будет светодиодная лента. Но сразу скажу, что светодиодная лента не дает хорошего источника света. Она захватывает лишь небольшой такой участок сверху, то, что если у вас изображение достаточно глубокое, относящееся к полу вниз, то сильной подсветки оно не даст, и внизу изображение читаться уже не будет. Поэтому идеальным вариантом является либо длинная лампа, либо точечные светильники, расположенные над изображением. И в том числе могут располагаться также по бокам изображения. То есть точечные светильники, и любой свет, он, естественно, должен монтироваться заранее, еще на этапе подготовки стен. Здесь следует также обратить внимание на то, что если изображение у нас планируется делать с высоким рельефом, тогда свет может быть также помягче, может света быть меньше, изображение все равно читаться будет. Если же вы планируете делать изображение с очень низким рельефом, тогда здесь, именно в этом случае, освещение является очень важным моментом, и должна быть именно хорошая подсветка. Поэтому даже небольшие какие-то неровности, небольшая фактура при хорошем освещении, она будет достаточно хорошо читаться. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их внизу, в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!